Доброго дня! С вами канал Про Цветок. Я травница-провизор Ольга Спиридонова. Я уже полгода с вами и очень много вопросов в комментариях очень часто люди задают. Кто такая травница? А есть ли у нас такое образование? Как люди вообще становятся травниками? И имею ли я квалификацию давать вот такие вот советы, комментарии, рецепты, которыми вы пользуетесь на пользу себе, на радость, на здоровье своим близким и себе? И сегодня я решила немножечко рассказать о себе. Мне 54 года. Я из семьи потомственных медиков. Я уже четвертое поколение медиков. Мои дети уже пятое поколение медиков. И с детства мне было понятно, мама, папа, у меня были врачи, хирурги, что я пойду в медицину. Однако, когда мне было 15 лет, случилось такое несчастье. Мама хирургическая медсестра тяжело заболела. У нее началась хирургическая экзема на антибиотике, аллергия, когда у нее полностью сошла кожа с рук. С учетом того, что вся семья медики, очень много родных медиков, ее лечили полгода. И в Москве лечили, и в Минске лечили. И не вылечили. Залечили гормонами так, что за полгода мама почти вдвое увеличила вес, а болезнь осталась. Я была в шоке. Подросток 15-летний, впечатлительный. И когда мама приехала домой, я перевязывала вот эти гниющие руки, на которых не было кожи. Я дала себе слово, что сделаю всех людей здоровыми и счастливыми. Знаете, вот этот юношеский максимализм. Но случилось чудо. Знакомые дали нам телефон бабушке, травнице, баба Даша. Она жила больше 100 лет и лишь недавно умерла в городе Поставы Витебской области. Мы одели платочки. Я комсомолка, мама коммунистка. И тихонечко за дворками пошли к этой бабе Даши в гости. Она дала нам два корня. Переступень белый и чернокорень. Велела маме один настаивать на водке, второй на масле. Дала там какой-то наговоренной водичке. Но факт тот, что через две недели у мамы на руках начала расти кожа. На меня это произвело неизгладимое впечатление. И несмотря на то, что по настоянию отца я пошла после школы в медучилище, а после в фарминститут и закончила благополучно оба, я уже тогда начала активно изучать травы и народную медицину. Я изучала народную медицину восточную, славянскую, западную. Искала, еще когда училась в институтских библиотеках, какие-то источники глубокие. Потом я вышла замуж за мужа военного по окончании института. Мы ездили по тайге, по таежным гарнизонам. Я всюду искала старожилов. Тогда еще не было интернета. Разговаривая с ними, я все рецептики записывала в свою тетрадочку. Таких тетрадочек у меня скопилось очень много. Данные мне рецепты я, разумеется, опробовала. И хочу я вам сказать, что когда мне было 25 лет, я чуть не загубила своего первого пациента, свою подружку. И убедилась в том, что травы – это не так безопасно, и это должно использоваться грамотно. У подружки были камни в почках, на носу был Новый год. И я говорю, а давай мы тебе эти камни растворим и выгоним. Я ей сделала очень хороший сбор. Но после этого сбора подружка пошла на вечеринку с солеными орешками, с пивом. Камень сдвинулся, застрял в мочеточнике. Новый год она встретила на операционном столе. А я переживаю, что травница из меня не вышла. Это было очень давно, это было почти 30 лет назад. И сейчас я понимаю, что все-таки на ошибках учиться, и травница из меня все-таки вышла. Но для того, чтобы стать травницей, для того, чтобы помогать людям, необходимо очень глубоко изучать свойства трав. Я неоднократно проходила специализации и по фитотерапии, и по фитофармакологии, и по фитокосметике. Изучала, как я уже опять-таки говорю, старинные наработки пожилых людей. И все это экспериментировала, экспериментировала, экспериментировала. Переводила на рецептуры людей, жителей 21 века, которые, разумеется, не будут неделями на русской печке томить какие-то мази или бальзамы. Которым вечно некогда, которые вечно торопятся. И вы знаете, эффект есть. Рецепты такие нечастые. Но это драгоценные жемчужинки, которые помогают и мне, и моим родным, близким. Все то время, пока я работала в аптеке, совмещая это дело с травничеством. А потом и ушла чисто в фитотерапию, в травничество. Эти рецепты множились, копились. И теперь через канал Процветок я имею возможность делиться ими с вами. Очень часто мне задают, ну, фактически одни и те же вопросы. Вот вы провизор и вы травница. А вы вообще вот таблетками не пользуетесь? Совсем-совсем никогда-никогда? В своей фитошколе Дивея я на курсах всегда говорю, что травничество и фанатизм – это разные вещи. Если у человека какое-то острое заболевание, тяжелые роды, высокая температура, очень высокое давление, раны какие-то, травмы, тяжелая беременность. О каких травах может идти речь? Надо в первую очередь обращаться к врачам и острую проблему решать методами современной медицины. А если у вас какая-то хроническая, давно назревшая проблема, да, ну, твяло текущая, там, гипертензия или повышенный холестерин, или там где-то какая-то кислотность желудка, которая периодически то беспокоит, то не беспокоит, побаливает периодически суставы, лишний вес, или вы просто хотите быть здоровым, красивым, молодым и энергичным, вот тогда вам на помощь приходят травы. Причем, если вы, например, хотите лечиться травами, но у вас повышен сахар, возможно это? Возможно, но грамотно и осторожно. Что мы делаем? Если у человека повышен сахар, мы рекомендуем ему принимать препараты, которые подобрал ему врач-эндокринолог, но при этом подключать к ним, например, травы, которые снижают сахар. Створки фасоли, веточки черники, листья ежевики, галегу-козлятник под жестким контролем сахара в крови, то есть глюкометр у нас должен быть два раза в день. То есть травами необходимо пользоваться разумно. Можно сочетать травы с медикаментами после консультации с лечащим врачом или с фитотерапевтом. Это важно. Только разумное использование одновременно и медикаментов, и трав поможет вам выбраться из какой-то тяжелой хронической заболевания. Если же какой-то острый момент, обращаемся однозначно к медикам. Таблетки не панацея, но таблетки в нашей жизни к современности это данность, и мы никуда от этого не денемся. А помогать травами себе можно и нужно. Самым таким наиболее ходовым рецептом из трав, которые помогают всегда в комплексе с лекарствами, отдельно от лекарств, это является мой фирменный рецепт, называемый мною медовый целитель. Рецепт я создала для дочки, когда она в детстве после неправильно поставленной прививки практически полностью утратила иммунитет, подцепила инфекционный мононуклеоз, дефицит, иммунодефицит приобретенный. И что было делать? Ребенок болел, а ребенок хотел жить. Я очень часто перебирала старинные книги, и в одной из старинных книг мне удалось найти рецепт, который я адаптировала под современные травы, под современность. Причем травы самые простые, которые вы можете собрать сами. Это иван-чай, календула, шалфей, можно шалфей заменять эвкалиптом, череда, молодой лист березы, тысячелистник, крапива, мята. Все это собираем в определенных пропорциях, смалываем на кофемолке в порошочек. Этот порошочек можно смешать с мягким медом в соотношении 1 к 10, 1 часть трав, 10 часть меда, и принимать по третьей чайной ложке. Помогает при начинающихся вирусах, при гриппе, при герпесе, при ковиде, помогает при ангинах, при простудах, при насморке, при кашле, при болях в горле, при заложенности. Рассасываем можно для профилактики, если мы боимся заразиться, когда вокруг все чихают. Один раз в день, например, утром натощак, можно два-три раза в день. А уже если болеем, так что и сопли, и слезы, можно принимать каждый час, каждые два часа. Маленьким деткам можно растворять в водичке и давать по капелькам. Однако, учитывая индивидуальную непереносимость, беременность, кормление грудью, это все, разумеется, мы отодвигаем в сторону. Принимаем у взрослых, здоровых людей, у деток на усмотрение мамы, если мама точно знает, что у ребенка нет аллергии на эти травы. Травы помогают людям от многих проблем. И даже от самого модного заболевания последних трех лет, коронавирусной инфекцией, травы тоже помогают. Разумеется, тут мы должны подходить к этому очень и очень трезво. То есть, если у человека температура под 40, если у человека обезвоживание, какие-то тяжелые моменты, пневмония, осложнения в виде тромбов, разумеется, необходимо вызывать скорую. Но если вы видите, что ваше состояние вполне позволяет вам самим справляться с этой проблемой, что вы можете? Взять тот же самый медовый целитель, взять варенье из шишек сосны, сосновую пыльцу на меду, регулярно все это употреблять. Варить травяные отвары на фруктово-ягодных морсах. Ежевика, черника, малина, облепиха. Делаем такой компот и в нем же завариваем травы. Пьем. Пьем часто и пьем много, потому что жидкость выводит у нас токсины и помогает организму набираться витаминов, бороться с вирусом. Целитель рассасываем буквально каждые полчаса. Если у кого-то аллергия на сахар и мед, можно брать сам порошок целителя и в дозировке на кончике ножика рассасывать этот порошочек каждые полчаса-час. Как показывает практика, это помогает. Даже мои знакомые провизора, с которыми я работала в аптеке, когда я прихожу в гости и говорю, что вам принести в подарок, они говорят, принеси целитель. Люди постоянно работают с кашлящими, чихающими, больными. И они знают, что это работает. У меня дочка старшая работает на скорой, и она перебрала все возможные варианты, все возможные штаммы вируса и принесла мне их домой. Я сама переболела достаточно большое число раз. Я спасалась травами и здоровым подходом к своему здоровью. Отдыхаем, лежим, принимаем травы, не напрягаемся, работаем посимптомно. Закладывает нос, значит промываем нос морской водой, настоем ромашки, календулы. Болит горло, полоскаем горло травами. Проблемы с тромбами, с давлением, пьем травы от тромбов, от давления. Обо всем об этом мы рассказываем на наших курсах фитошколы Ледивея. Но постоянно принимаем противовирусный целитель, варенье из шишек сосны, пыльцы медовые от кашля, от бронхитов. И контролируем свое состояние, когда необходимо будет обратиться к врачам, или же мы все-таки справимся сами. Очень часто я упоминаю свою фитошколу Ледивея, свое любимое детище, но фактически не я ее создала, а она меня создала. Я работала в аптеке, получала достаточно неплохую зарплату, была довольно-таки успешным провизором. И в общем-то травы это были моим хобби, которое мне помогало жить, которое помогало мне сбрасывать стресс и радовало меня в общем и в целом. Но так получалось, что люди все чаще и чаще стали обращаться с просьбами, промочь, проконсультировать, сделать какой-то сбор. Когда это количество перешло в определенное качество, я поняла, что меня уже разрывает. Я перешла на полставки в аптеке и стала ездить с семинарами по травничеству, по городам. Она рассказывала о травах, выступала, причем как в пределах Белоруссии, так и в Россию приглашали. Дальше больше нашлись молодежь, которая сказала, что давайте мы попробуем работать в интернете. Я испугалась, думаю, какой интернет, где я, где интернет. Научилась работать, научилась делать презентации. И когда стал вопрос о том, чтобы регистрироваться как-то, мы начали придумывать название травушка, муравушка. И тут в одном из мест, куда я ездила учиться травничеству, где живут люди в возрасте, где живут люди профессионально этим занимающиеся, монашествующие травами, одна женщина мне сказала, что ты знаешь, как-то в прошлой жизни ты тоже занималась травами, и звали тебя старец Дивей. Ну, я сначала удивилась, посмеялась и забыла про это. А когда мы стали подбирать название моей фитошколы, там здравушка, травушка, муравушка, оказалось, все эти названия уже заняты в интернете. Я в шутку говорю, а давайте Дивея, а такое имя было еще не занято. И вот под этим названием как-то стали к нему подтягиваться люди сами, грамотные, помогающие мне справиться с рекламой, с финансами, помогающие мне справиться с организацией какой-то, да, с интернетом, потому что как бы я с техникой не очень, с травами, я больше с медициной, со здоровьем людей. И сейчас это уже огромная организация, у которой есть тысячи выпускников. Мы сертифицированы при Национальной Ассоциации Нетрадиционной Медицины России. Мы выдаем дипломы с правом работы по специальности травничества и оздоровительной деятельности. Это первая и единственная фитошкола в Беларуси. Мы входим в реестр подобных организаций Национальной Ассоциации Нетрадиционной Медицины. О чем мы учим людей? Мы учим людей, как быть здоровыми. Вот весь наш коллектив, мы собрались энтузиасты, которые живут природным образом жизни, природным оздоровлением, любят травы, любят природу, любят быть здоровыми, любят быть счастливыми, у которых почти у всех есть медицинское образование. И мы очень грамотно компонуем эти знания, накапливаем их, трансформируем под современность и передаем в виде курсов основы травничества, углубленное травничество, очищение организма, большой травный марафон, на котором мы учим, как в природе отличать травы ядовитые от неядовитых, как их собирать, как сушить, как использовать для своего здоровья. И продолжаем искать драгоценные рецепты, которые помогут городскому жителю 21 века оставаться здоровым. В этом помогаю людям не я одна. У меня есть помощники, у меня есть последователи. Моя младшая дочка тоже учится сейчас в сыне, и она собирается принимать мое дело, нести его дальше. Она очень глубоко обучается травничеству. Моя племянница, мои помощники, они работают, и мы думаем, что это будет востребовано, несмотря на то, что сейчас рулят вроде бы как высокие технологии. Я пишу книгу «Записки травницы», я пишу новые курсы, в которых помогаю людям поверить, что природа в 21 веке, это реально, что она помогает, что быть здоровыми в городе без источника здоровья, а мы все дети матушки природы, сейчас невозможно. Все равно надо себя поддерживать какими-то природными средствами. Обо всем об этом я пишу в своей книге, передаю свой навык и опыт своим ученикам, своим детям. И я надеюсь, что это будет нужно вам, что это будет востребовано именно вами, моими слушателями, читателями, учениками, и что это поможет вам быть здоровее, счастливее. А значит, я живу и работаю не зря.